Предложение писать латиницей на главной странице паспорта иностранной фамилии в оригинальном написании – тема давняя и столь же эмоциональная. Но впервые в истории сегодня был сделан первый шаг к законности имен собственных. Политики одобрили закон в первом чтении. Правда, есть и альтернативный вариант – вписывать оригинальную фамилию лица с использованием нелитовских букв лишь на дополнительной странице паспорта. Первый вариант – указание имен и фамилий на главной странице поспособствует более теплым отношениям с другими странами, говорят инициаторы проекта. Фамилия или имя гражданина являются правом человека. Уважаемые коллеги, я предлагаю согласиться с предложением вносить на главную страницу документа нелитовские фамилии и дать возможность комитетам рассмотреть его. Права у всех равны и все исторические фрагменты, которые случались в нашей стране, если мы на них будем обращать внимание, то мы вообще никакой закон никогда принять не сможем. Проблема вроде не сильно острая, однако именно она как раз и стала причиной охлаждения отношений между Литвой и Польшей, сказал Гедемина Скиркилос. Альтернативный вариант вышел из-под перьев консерваторов. На главной странице, по их мнению, должна указываться фамилия на литовском языке, на дополнительный оригинал. Мы продвинулись на шаг вперед в отношении к национальным меньшинствам. Мы предлагаем на дополнительной странице писать оригинальные фамилии людей. Позволив писать фамилии на главной странице, мы открываем ящик Пандоры, потому что тогда в документах появятся фамилии иностранцев, которые получили гражданство Литвы, или фамилии тех, кто заключил брак с литовцами. С альтернативным вариантом не соглашаются коллеги консерваторов. Единственный вариант писать нелитовскую фамилию – это вариант написания ее на главной странице. Тогда не будет возникать проблема дискриминации. Мы помним, в Советском Союзе у нас был паспорт с двумя страницами. После, когда мы переводили эти фамилии на литовский язык, возникали ошибки. По-моему, не нужно возвращаться назад. Давайте смотреть вперед. Пока политики спорили и обсуждали варианты, у стен Сейма собрался пикет, участники которого требовали ни в коем случае не позволять изменять паспорта. Как можно вводить новые правила? Я на самом деле золу, когда захожу в книжные магазины и нахожу нормальную ритовскую фамилию, написанную правильно только в конце книги. Я должен ее вертеть еще, чтобы найти. Так быть не должно. Жалко еще и полицейских, которые возьмут паспорт, посмотрят и ничего понять не могут. Два предложения по написанию оригинальных фамилий в документах еще должны рассмотреть комитеты парламента. И только 20 июня он вернется к депутатам.